Глава 87, книга Кришна, Верховная Личность Бога, молитва олицетарённых вед. Продолжаем читать. Олицетарённые веды продолжали. О Господь, в ведах дано и безличное Твое описание. У Тебя нет рук, но Ты принимаешь все предлагаемые Тебе жертвенные дары. У Тебя нет ног, но Ты движешься быстрее всех. У Тебя нет глаз, но Ты видишь прошлое, настоящее и грядущее. У Тебя нет ушей, но Ты всё слышишь. Не обладая материальным умом, Ты знаешь всё обо всех. Знаешь все их прошлые, настоящие, будущие поступки. Тебя же не знает никто. Поэтому Ты изначальная Верховная Личность. Сложный текст. Обширные тут понятия. Утверждается Ниргуна. Ниргуна нет Нир, значит нет. Гуна – качество. Описание Бога. Одно из имён Ниргуна. Нет качества. Отсюда вывод, что значит он не существует как объект. Объекту присуще качество. Если говорить об объекте, четыре характеристики должны быть. То есть качество – это гуна. Потом лила – это функции, действия, деяния. Имя – нама. Ирупа – форма. Значит форма, имя, качество и функции. И тогда можно назвать это объектом. Если что-то отсутствует, одно, два или три или четыре, он не существует как объект, но как аспект присутствует. И пример даётся солнечного света. Это сияние. Там нет формы, значит это аспект. Аспект Солнца. Солнце обладает всеми характеристиками, четырьмя – это объект. Итак, вопрос. Ниргуна, значит он не объект. Если мы говорим о Боге, и у него отсутствует качество. Он не материальный объект, имеется в виду. У него есть все характеристики. Если мы скажем, что нет какой-то характеристики, значит это уже не полная абсолютная истина. Не Бог. Бог – это полная абсолютная истина, вмещающая в себя абсолютно всё. Всё, что есть в этом мире, и чего ещё в этом мире нет. Он безграничен. То есть мы не всё знаем даже в материальном мире. Даже об этой планете и о себе мало что знаем. Мы не знаем всё досконально, и макро, и микро мир не изучены. И даже этот мир, который мы воспринимаем чувствами, лишь частично воспринимаем его. Насколько позволяют чувства. Уже другие формы жизни по-другому видят, слышат. И понимают. У них другое представление о счастье и несчастье. И о пище другое представление, и о любви другое представление. Если слон смотрит на слониху, он чувствует привлечение. Человек смотрит на слониху, ему нужно ещё понять, какого пола это существо. Он не видит глазами слона, у него другой взгляд. Другой настрой чувств, ума. Это описано в Бхагавадите. У каждого живого существа свой тип ума и свой чувств, поэтому разные истины. Разное представление о счастье и несчастье, о жизни. И даже среди людей мы видим, хотя это один вид жизни, столько разных мнений, ощущений, вкусов, несогласованности. Поэтому, говорится, ниргуна, вот таких у него чувств нет. Относительных, как бы ещё одно мнение Бога нет, 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 нет. Абсолютное мнение. Одно мнение. Но оно абсолютно для каждого подходит. Никто из людей не может создать такую религию, которая подходила бы абсолютно каждому живому существу. Люди берут одну религию и разделяют она на различные секты. Потому что разные типы чувств, разный ум, разные материальные природы. Но у него ниргуна нет материальных таких качеств, которые отделены. Например, ухо отделено от глаза. Это орган восприятия тот и другой. Но они действуют не согласованно. Ухо слышит, глаз видит. Они локализованы, как бы, отделены друг от друга. Касания ещё есть. Если мы закроем глаза и у нас слух, мы пытаемся понять, мы одно представление будем иметь. Если откроем глаза, закроем уши, другое представление будем иметь. Если будем только касанием пользоваться, другое понимание мира. Все пять чувств, мы вот это полноценное наше существование. Но мы должны знать, что эти чувства у нас недостаточно развиты, чтобы назвать это полноценным восприятием окончательного мира. Вот таких чувств у Бога нет, ограниченных. Для него видеть, слышать, обонять, осязать одно и то же. Это написано Брама Самхити. Его чувства взаимозаменяемые. Он видит, значит, может глазами съесть пищу. Если мы скажем, на, поешь, пожалуйста, примета подношения, на звук колокольчиком, может по звуку принять пищу, буквальным образом. Всемогущие, всемогущие чувства. Поэтому, говорится, нет глаз, но он видит прошлое, настоящее, будто другие глаза есть какие-то. Наши глаза не могут так видеть широко, объемно и все знать, все видеть. Нет, ограниченные. Его чувства безграничны, его формы безграничны, его качества безграничны. При этом он остается объектом. Вот это парадокс. Когда вы говорите безграничны, значит, вы не можете это в какую-то форму облечь, ограничивающую. Он безграничный, значит, похоже, нет формы, думают эти мудрецы, которые на уровне ума пытаются понять абсолютную истину. Значит, не должно быть у него нет формы, потому что он безграничный. Другие, впротиве, спорят с ними, говорят, если у него чего-то нет, какая же это истина? В истине есть все. Ну, значит, какой вывод, что Бога как такового, собственно, не существует как объекта. Скорее всего, это эгрегор, созданный человеком. Он необходим человеку, чтобы был порядок какая-то, власть на земле, это придуманное. Это не я сейчас говорю. Это говорили священники, собравшиеся с изратной конфессией в Европе. Одна моя хорошая знакомая, ученица Прабхупады, она приходит на эти собрания, ну как, закон как бы рекомендует им общаться всем, чтобы как-то не было этих разногласий религиозных, вражды, неприязни. Она посещает уже там около 20 лет эти собрания. Она одевает ващнавскую одежду, тилоку, но там она не проповедует. Просто они общаются по-человечески, знакомятся там иногда, ну как-то и сближаются, как люди просто. Потому что религия, все, начинает проблемы. Там в Писаниях то говорится, а в ваших не то говорится. И тут просто разум, честные отношения. И однажды, когда они уже, говорит, мы сблизились, как-то стали знакомы, как люди стали доверять друг другу, они собрались, стали обсуждать именно эту тему. Кто такой Бог? Священники. Ну, возглавляющие какие-то там храмы. И в конце концов, говорит, они, ну к этому заключению пришли, логическому, что, скорее всего, он не существует как объект, то есть его практически нет. Но это творение как бы человека, эгрегор человека, общества человеческого, которое необходимо. И многие также политики в России разделяют это мнение, что это эгрегор необходим. Они принимают, материалисты, религию по этому. Что религия хорошо, она учит покорности, учит честности. Так, хорошо, управлять будем зато, так легче управлять обществом. Причем здесь Бог? Ну, это эгрегор, который боятся. Люди придумывают и боятся, подчиняются ему. Если в Бога верят, они богобоязненно становятся, и послушны. Собственно, по этой причине, вот по этой причине, религию в России уничтожали революционеры. По этой причине, что она учила покорности, а материалисты эксплуатировали людей, пользуясь религией. И поэтому их как бы объединили вместе, как эксплуатационный класс, и громили все. Люди, которые вот из эксплуатации вышли, вот эти вот нагнетенные чувства, ненависть развилась, зависть развилась, и они создали эту революцию против эксплуатации, и религия попала под эту же, так же, эгиду революции. Вот, поэтому нужно иметь правильное представление о Боге. Он не зависит от наших представлений о нем. Поэтому, говорится, ниргуна, вот что имеется. Нет материальных качеств, нет материальных, как у нас, как у живых существ. У него свои чувства, но он источник и наших чувств при этом. Но у него другие чувства. Это называется ачинтя пхеда пхеда татва. Он источник всего, но сам над всем этим, не часть этого мира. Но при этом поддерживает все, везде и всюду он находится. Есть пример этого ачинтя пхеда пхеда татва. Трудный вопрос, сложный вопрос. Огонь. Огонь излучает свет и тепло. Свет это тоже огонь. Разве нет? Без огня нет света. И тепло тоже огонь. И все же свет отличается от огня, и тепло отличается от огня. Единственное различие одновременно. Вот так же этот мир и Кришна, и не Кришна. Он Кришна, потому что привлекает. Нам здесь нравится изучать его, жить как-то. Тоже имеет привлекательные черты. Это Кришна означает, привлекательные черты. Но при этом в итоге мы получаем страдания, не Кришну. А противоположные что-то. Сталкиваемся всегда с трудными и страданиями. Но поскольку он Кришна, мы стремимся и стремимся. Вот еще чуть-чуть, вот еще чуть-чуть. Вот есть же что-то хорошее. Да, я слышал, я видел, я думаю, я планирую. Я уже знаю, как устроить свою жизнь. Построю дом, деньги, вот это я устрою. Я вот таким путем пойду. И все будет привлекательно и красиво в моей жизни. Кришна, Кришна привлекательно и красиво. Это принцип Кришны называется. Принцип Кришны везде есть. Потому что все от Кришны. Все имеет какую-то свою привлекательность. Любая вещь, если ее изучить. Змей мы боимся. Отталкивает. Но форма-то привлекательная, если посмотреть. Она завораживает. Все есть. Кришна везде присутствует. В разных формах. И вот это мир, который трудно преодолеть. Имеет в виду, страдания здесь нескончаемы. Волна за волной. На этом пути, когда мы пытаемся овладеть этим миром, страдания нескончаемы. Овладеть невозможно им. Боль будет увеличиваться. Дойдет до того момента, когда мы уже не сможем из-за боли, из-за несчастья двигаться вперед. И тогда эти материалисты, гневные, завистливые люди, они организуют какие-то оружия, чтобы разрушить все здесь. То есть путь называется Атмаха. Путь самоубийства. И вот этот путь изобретения этих оружий массового поражения, это как раз путь Атмаха. Это путь гибели. Сейчас нас предупреждают законы природы еще, но цивилизация, она в плачевном состоянии находится сейчас. И есть надежда, что что-то изменится, потому что распространяются духовные знания. Это единственная надежда. Ни на какое ядерное оружие полагаться нельзя. Ни на какие медикаменты полагаться нельзя. Мы уже знаем об этом. Мы уже получили много опыта. И все равно по своей глупости шли дальше этим же путем. Пока мы не станем на крае гибели, вот тогда уже придет осознание. Потому что в момент серьезной опасности у человека пробуждается духовный инстинкт. Он душа. Естественно пробуждается. Как говорят военные, кто воевал в окопах, атеистов нет. Нет там атеистов. Там все молятся Богу, чтобы выжить. Ты ничего не можешь делать. Ничего не можешь делать. Моя сестра рассказала двоюродная однажды, когда мы сидели с ее матерью, моей тоже. Тетки были там и родственники. Она рассказала, как летела из Китая в Хабаровск и попала в какую-то воздушную переделку. Там, в общем, двигатель один заглох. Отказал. Ну, серьезная вещь. И звук затихает. Самолет падает. И она это рассказывает. Она знает про Харе Кришна. Ее мать знает, она христианка. Моя мать знает про Харе Кришна. Я вообще 100% Харе Кришна. А ее мантра когда-то исцелила от нелестимой болезни сестру мою. Поэтому она и стала повторять Харе Кришну. И она рассказывает, что отказал двигательный самолет. Все перестали есть. Не слышали. И что на нее смотрит? Она как что? Только Харе Кришну повторять больше ничего. Вообще ничего. Все молились. Весь самолет молился. Атеистов не было. А что вы сделаете? И вот когда человек поставлен к такой черте, он обращается к Богу. Инстинкт это совершенно естественная вещь. Но когда нет, есть какая-то надежда на самоуправление, он полагается на себя, на свое эго. Вообще принять милость Бога, это ниже собственного достоинства. Понимаете, я сам. Вот это я сам, дорога в ад, говорит. А что ты сам можешь увидеть, что ты сам можешь услышать? Ты что, можешь увидеть Бога этими глазами? Этим умом крочно ты можешь понять Бога, что ли? Ну как ты говоришь такое, я сам? Это, представьте, человек в океане плывет вообще. Он говорит, боже мой, как ты сюда попал? Вот тебе спасательный круг. Не, я сам. Сумасшедший человек, сумасшедший. Ты же не припёжешь. Может быть, я мастер спорта. Просто у него еще силы есть какие-то. Но океан даже мастер спорта не приплывет. Они решили покорить вселенную. Сумасшедший народ вообще. Какими-то космическими этими консервными банками. Говорят, микроб сидит сейчас на этом фотоаппарате и подпрыгивает. И думает, что он покорил свое воздушное пространство. Они не понимают, с чем они имеют дело вообще. Кто такой Бог? Что это за энергии вокруг вообще? Непостижимые. Пусть сначала поймут, что их разум это тоже энергия Бога. Их тело это тоже энергия Бога. Пусть поймут, что посеешь, что пожнешь. Законы природы. Пусть разберутся, что такое время, что такое душа, сверхдуша. Не придумывая ничего. Нужно авторитетное знание получить. А того, кто знает уже это, видит это уже, другого способа нет. Нельзя это придумать. Потому что даже если вы увидите глазами душу, вы все равно ее не поймете, говорится. И не опишите. Вы скажете, это чудо. Вот что вы скажете. Она неописуема. Очиньте. Она духовно, говорится, все на этом. Божественно. Это не описывается. Это нужно увидеть. Описать практически невозможно. Поэтому это за пределами материальных чувств говорится. За пределами языка, мыслей. И душа только может это видеть. Непосредственно. Нужно осознать свою душу. Мы можем многие вещи увидеть. И здесь такой текст. Тот, кто безличная, безличная, безличную ипостась описывает Бога. Говорит, там нет ни рук, ни ног, ни формы, ни того, ни другого, ни третьего. Да, это сияние солнца называется. Там нет этого. Есть безличная как бы сила духовная. Сад называется. Который дает всему существование. И называется сад. Сад существует все. Это называется сад. Это первое осознание Бога. Если мы отделим сад, категорию философский, от предметов временных, мы сможем до какой-то степени понять Бога. Это йога. Как отделить чувства от объектов чувств? Оторвать их. И вы увидите мир совершенно иначе. Вы увидите мир совершенно иначе. Чувства находят в заблуждение. Холодно, тепло. Это чувства описываются. Красиво, некрасиво. Это мои вкусы описываются. Правда, нет таких понятий. Там есть закон. Там есть закон. И высшая красота существует. Который уже может быть эталоном. Не мое представление красоте, а высшая красота. То есть Бог. Это эталон, с чем можно все сравнивать. И тогда мы не ошибаемся. А если мы сравним все со своим мнением и чувствуем, мы всегда ошибаемся. Но это говорится. Человек, который познал душу, может с собой сравнивать. Не ошибется. Но тот, кто познал душу. Тот себя отрисляет с телом, с этими органами восприятия, с этим умом, не должен сравнив все со своим мнением. Должен слушать того, кто видит Татва Дашина. В другом разделе Вет сказано. Но Господь, Ты ничего не обязан делать. Твое знание и могущество столь совершенны, что одним своим желанием Ты создаешь все. Нет никого равного Тебе или более великого, чем Ты. И все живые существа Твои вечные слуги. То есть Он ничего не делает. Если бы Он был обязан что-то делать, то Он бы подчинялся кому-то. Обязан, значит, я подчиняюсь. В подчиненном состоянии. Но Он не подчиняется. Он верховная Личность Бога. Он принимает обязанности добровольные, чтобы дать пример людям, допустим. Если Он приходит как аватар, Он выполняет обязанности. Но это Его воля, чтобы принести благо людям. Как Рамачандра подал пример нравственности высочайшей. А как Капиладев, Он пришел и рассказал науку величайшую. Которую до Него никто не рассказывал. Как Господь Читаний, Он пришел, Он дал любовь к Богу. До Него никто не давал любовь к Богу. Сразу. Без всяких призрительных процессов. То есть Он может делать все, что угодно. Но все, что Он делает, ради блага живых существ. Его природа увеличивает счастье в живых существах. Он не желает страданий никому. Но когда человек не принимает руководство Бога в своей жизни, когда он самонадеянный становится, горд, бросает вызов высшим силам, он, конечно же, испытывает страдания. И страдания, по идее, должны его толкнуть снова к Богу, когда предел наступает. И так же он возвращается постепенно к Богу, обретя этот опыт страданий. Но говорится, что сначала он выплачет океан слез. И выжмет все до последней капли чувственных наслаждений, прежде чем обратиться к Богу по-настоящему. Вот такая сила в живом существе. Вот такое упорство. Он ничего не делает, видите? Все делает его энергией. Он просто изъявляет волю, желание. Или его положение, наслаждающегося. А все делает для его наслаждения, энергии. Он сам даже не одевается. Его одевают. Он вообще ничего не делает. Итак, согласно ведам, у Абсолюта нет ни ног, ни рук, ни глаз, ни ушей, ни материального ума. И все же он действует через свои энергии. Удовлетворяя потребности всех живых существ. Как сказано в Бхагавадгите, его руки и ноги всюду, ибо он всеведущий. Руки, ноги, уши и глаза живых существ действуют по оказанию сверхдуши, пребывающей в сердце каждого. Если бы у нас в теле не присутствовала сверхдуша, наши руки и ноги не могли бы двигаться. Верховный Господь столь велик, независим и совершенен, что даже не имея глаз, ног и ушей, он может действовать без чьей-либо помощи. Напротив, другие нуждаются в его помощи, чтобы органы их тел могли действовать. Если бы сверхдуша не вдохновляла и не направляла живых существ, они ничего не могли бы сделать. Чувства соседствуют с умом непосредственно. Органы восприятия, которые вот глаза, уши и прочее, обоняние, осязание. Вкус пять. Они соседствуют непосредственно с умом. Ум все это воспринимает одновременно и испытывает эмоции. Это те же чувства, синтезированные, совмещенные в уме. Одновременно образы, звуки, вкусы и так далее. И возникают образы в уме и эмоции. Так взаимодействуют чувства, ум. И ум, конечно же, настроен на наслаждение. Чувства так же. Где-то их граница восприятия, где-то им приятно, ум это фиксирует. И застряет внимание только на приятном. Остальное не видит. Этот человек неприятен, я вижу его, этот неприятный вообще не замечаю, даже не знаю, как зовут. Не в поле моего внимания, так сказать. Потому что чувствам он не подходит. Этот ум говорит, нет, не принимает. А есть отвратительное что-то. Ум отвергает, не надо, гневается, резко против. Так ум и чувства работают. То, что пища для одного, я для другого, говорит, разные типы чувства. Но сосед ума, разум, ближайший, он непосредственно с чувствами не связан, видите, ум между ними. Поэтому чувства на него не влияют. Он по-другому рассуждает. У меня болит голова. Непосредственно это ум воспринимает и чувствует чувства, и ум воспринимает это. Боль. Я чувствую боль головы. Рядом сидит человек, у него нет головной боли. Но он может узнать от меня при помощи разума, что у меня болит голова без чувств. Не испытывая головной боли. Я просто скажу ему, вот этот звук попадет в разум. Чувства не смогут по звуку воспринимать головную боль. Я скажу, у меня болит голова. И человек разум может понять и помочь мне. Я мог бы сам себе помочь, если бы мне не болела голова. Но боль мешает мне соображать, что-то делать. Поэтому мне нужен врач, говорит. Это такой же человек, как и я, просто у него не болит голова. И у него свободный разум. Если мы сможем также чувства свои обуздать и пробудить разум, мы сможем быть в прошлом, в настоящее и в будущем. У нас тоже есть с вами духовное восприятие. Потому что разум – ближайший сосед души, говорится. Чувства контролируются умом. Ум контролируется разумом. Ради какой-то цели я могу сказать уму, терпи. Мало, что тебе приятно, неприятно. Надо разум, воля. Это разум, рассудок человека, он сильнее. Проблема, беда в том, что когда разум подчинен чувствам и уму. То есть эти чувства, ощущения проникают через ум в разум и становятся целью и смыслом жизни. Пить водку, принимать наркотик, гулять по женщинам. И если это становится, как бы проникает в разум, вот это беда. Человек превращается в животное. У них такой именно разум, подчиненный чувствам, инстинкт. Нюхают, едят и все, что не знают, как они делают. То есть разум нужно освободить от этого влияния чувства, от этих умственных концепций, что он ближайший сосед души. А и значит он контролируется священными книгами. На слух. То есть мы сейчас просто обсуждаем вслух, читаем священное писание. Это пища разума. Если мы скажем, Бог велик, чувства ничего, не скажут им тысячи. Ну насколько велик? Ну давайте я скажу, сто тенге. Понятно. Для ума понятно сто тенге. Тысяча тенге тоже понятно. Ну сто тысяч даже понятно. Миллион тенге уже тоже понятно. Но если я скажу, биллионы, 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 биллионы тенге, нам уже не понятно. На соображении чувства уже все, не взаимодействуют с этим. Даже с Богом наши чувства не взаимодействуют. Если он безграничный, всемогущий и великий И нет никого равного И в любой воле великого Я не могу его воспринять чувствами Такими обычными чувствами Но разум может Разум нам совершенно понятно То есть это даже функционально Потому что я могу смотреть на любое проявление Жизни в этой мире Могущественное, но понимать Бог все равно более велик Это еще подчеркнет, что Бог более велик Видите, солнце От него зависит вся жизнь Все, все зависит от него Все есть энергия солнца в этом мире Так вот, Бог создал это солнце Это разум Это уже не чувство Чувства не могут это вообразить А разум Экстаз И не только это солнце Создал миллионы солнц Уже это сделал Это факты Это разум То есть разум не размышляет А видит факты Поэтому говорится, что Видит не глаза И не уши слышит Слышит разум Видит разум Если разум есть, человек видит Если разума нет Он смотрит и не видит Слышит, слушает и не слышит Разум И именно разум формируется по слуху По звуку Если мы хотим что-то понять Нужно сначала научиться слушать Если мы не слушаем Пытаемся сразу говорить Нас ум обманет Он глупый Ум на самом деле Это очень глупая Субстанция У него лишь Самомнения полно Большей частью Он просто о себе думает Как о превосходящей Всемогущей личности Это очень глупое положение А разум говорит Нет, Бог более велик Вот во мне борется Разум и ум Ум говорит Я великий Разум говорит Бог великий Если я великий Я буду наслаждаться Как Бог Чувствами Объектами чувств Господствовать Командовать Вот у меня есть такая тенденция А разум говорит Нет, нет Вспомни Ты маленький Вспомни Размеры вселенной И прочее творение А ты кто такой вообще Вот у меня Две вещи борются Когда прославляют меня Мне приятно Когда прославляют Бога Мне неприятно Или кого-то другого Это ум разум Но по мере очищения Это пройдет болезнь Болезнь как бы ложного эго Эгоизма Если просто слушать о Боге Регулярно Это пройдет В конечном счете Абсолютная истина Это верховная личность Но поскольку Господь действует Посредством своих Разнообразных энергий Которые недоступны Восприятию материалистов Таки люди убеждены В том Что абсолютная истина Не может быть личностью Рассматривая картину На которой художник Изобразил цветок Мы понимаем Что подбор красок Прорисовка Контуров И так далее Потребовала от мастера Кропотливой работы На картине С изображением Распустившихся цветов Ясно видно Работа художника Однако материалист Не видит С каким мастерством Рука Господа Создала настоящие цветы И приходит к выводу Что абсолютно истина Безлично Вот тут сложно Вот мне доступно Творение Человеческое Вот я смотрю на микрофон Я могу понять Его принцип Потому что Человек создал Я могу разобраться В этом Я тоже человек А вот смотрю на эти горы Мне трудно понять Что это было создано Не могу найти там Логических связей Кажется Что все случайно Там все Груда какая-то Посмотреть ближе Там какие-то Камни Камни Там 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 То есть там Что-то А издали смотришь Горы Вроде красиво Гармонично Близко подойдешь Груда каких-то Камней Ну как на картине Кудожника Отойдешь Образ Подойдешь Какие-то мазки Наляпаны Отходишь Боже мой Опять образ Но то что Создает природа Мне непонятно Или Бог Творение Бога Мне непонятно А вот творение человека Я могу понять Унитаз Я могу хорошо понять Что такое Зачем он нужен Вы все объясните Видеокамеры И так далее Это связано С моими потребностями А вот это что такое И потом Есть столько Пустых пространств На земле Где вообще никого нет Для кого это творилось Все вообще У меня вопрос Если я этого не вижу Зачем он вообще-то сотворил Я такой маленький Зачем для меня Такого маленького Сотворил Большой Грандиозный мир Вот это глупость Ложного эго Потому что В этом мире Есть не только Маленькие Но есть и большие Существа Великие Существа Об этом Человек не знает Есть одно Существо Которое заполняет Всю эту вселенную Никто об этом Не знает Материалист Если бы узнали Они бросили Заниматься политикой И ушли бы в монастырь Но они не знают Они не знают Ну это миф Но вся вселенная Она работает По одним и тем же Законам Смотрите Явно что Один разум Все это Соединяет Брама Брама творит вселенную Поэтому она такая Большая Для нас Для него нет Вот такие вот вещи Кришна создал Много брам Много вселенных Вот это я понимаю Художник так художник Вот цветок берете Вот он откуда берется Есть семечка Там уже есть все Вот набухает Набухает И изнутри он появляется Понимаете А мы должны его извне Создать такие листочки Вырезать Соединить Склеить все это Но он не живет Не дышит Некое подобие Мы создаем Мы копируем Мы все копируем С природы И знания получаем Из природы Так как же случайно Откуда ученые Получают знания Откуда Наблюдают природу Там разум Там знания Не здесь Здесь только способность Наблюдать Запоминать Фиксировать И каталогически связывать То что мы видим И не все понятно Далеко не все понятно Значит мир Создан не случайно А в полном знании В полном знании Теория большого взрыва Сейчас на ней Все смеются И даже ученые Теория большого взрыва Когда-то В нее верили свято Что в результате Большого взрыва Вселенная Вот эта вот Расширилась И вот Скомбинировалась В планетные системы Живые существа Клетка появилась Случайно Тоже так Комбинируясь С атомами И молекулами Сейчас над ней Смеются Большинство ученых Мира Говорят Что это такая глупость Как это могло Придти кому-то В голову Кто это вообще Придумал С какой точностью Нужно было Взрывать что-то Ну пример Взрываем Типографию Типография Значит там что Там шрифты Там бумага Там краска Там все есть Мы взрываем Типографию В результате Взрыва Получаем Весь набор Энциклопедического Словаря Многотомник Случайно Так рванули Там же краска Там есть все Бумага Все И рванули И в результате взрыва Ну если таких взрывов Миллиард произвести Случайно Можешь такое произвести Это же Прям потеря вероятность Ну хотя бы Хотя бы Ну буклет какой-нибудь Получить Вот до сих пор Ну никак Не случается Такого А если и случается Я был в одной церкви На Яссыкуле Там священник пригласил Он говорит У меня есть самопроявленная икона Я пошел смотреть И действительно Он красил подоконник И когда краска высыпала Проявилась икона Там Влик Так туда люди Говорят Не случайно Не молятся Приходят Сразу понимают Что такого Случайно Быть не может А тут представьте И планеты И живые существа И мириады Там И взрыв Потрясающий взрыв Как с какой точностью Нужно было рвануть Вселенную Чтобы каждый атом Попал туда Куда надо Понимаете И пошло все И живые существа Стались его воспроизводить И обезьяна Стала человеком Обезьяна Это отдельный разговор Как ей пришло Такое в голову Нужно разобраться Стать человеком Обезьяна Не знала об этом Когда из микроба Получается Многоклеточная Из многоклеточного Высокоорганизованной Материи И так далее И так далее До человека А откуда Микроб Знал об этом Значит Кто-то знал Это Кто-то Вложил это направление В это живое существо Которое не обладает Таким разумом Значит Какой-то другой разум Присутствует В форме инстинкта И направляет его Веда говорится Что сверхдуша Направляет Каждое живое существо Не подсознание А сверхсознание Вот они вот Хотят под себя Все объяснить Подсознание Да нет Сверхсознание Возьми Наберись в духу Скажи Сверхсознание И все Все будет в порядке С тобой Подсознание Вот ты живешь Под своим подсознанием Думаешь Так Что мне еще Хочется Мое подсознание Скажи мне Что мне еще не хватает И начинает Делать глупости Человек Выдумывать Что-то искусственно Чувственные наслаждения Какие-то Это все Значит тема Личности Личности И безличного Разбирается здесь В этой главе Очень подробно Потому что Большинство людей К сожалению Бога Отождествляют С безличным аспектом Им трудно Подчиниться Личности И вообще понять Как эта личность Может быть источником Всех безграничных энергий Одна Личность Да Это называется Верховная Личность Не одна Из А единая Личность Которая Все с ней Связано Это Он есть Тоже Это все Есть Бог Одним словом И в то же время Он личность И мы Личность Непостижимое Единство И различие Между нами Мы Едины С ним Качественные И отличные Количественные Мы едины Как люди И мы Отличаемся Везде Мы видим Этот принцип Непостижимость Единства И различия Ни одной Сосны Не нашел Одинаковый Воровом Специально Искал Дай-ка Зайду Там Сосин Ну Хоть Одну Найду Такую же Точно Нет Потрясающе Хоть Миллиард Невозможно Отличается Все Отличается Но Это все Одна со ста Тем не менее Итак В действительности Абсолют Личность Но Он Ни от чего Не зависит Ему Не нужно Самому Брать Кисть И краски Чтобы Нарисовать Цветы Его Энергии Действуют Так Удивительно Что кажется Будто Цветы Появились Без Участия Художника Неразумные Люди Считают Абсолютно Истинно Безличной Ибо Тот Кто Не служит Господу Не может Понять Как действует Всевышний Он даже Не знает Имени Господа Деяния И качества Личности Бога Открываются Только Преданному Который Любит Господа И хочет Служить Ему Итак Любовь Нужна Любовь И отношения Тогда Мы можем Мить Некое Представление О Боге Не умственные А настоящие Бхагавадгити Ясно Сказано Бог Тарам Я Я Тапа Сам Господь Наслаждается Всеми Жертвенными Дарами И Всеми Плодами Подвижничества Господь Говорит Сарвалока Махешварам Я Властелем Всех Планет Таково Положение Верховного Господа Сам Он Пребывает На головке Вриндавани Наслаждаясь Трансцендентным Общением Со Сыми Вечными Спутниками Гопи И мальчиками Пастушками А в это время Повсюду В материальном мире Ничуть Не мешая Его вечным Лилам Послушной Воли Господа Действует Его энергия Вот так Он хорошо Устроен Видите У него Есть Своя Обитель Голока Вриндавана Духовная Обитель Дом И там Он Не творец И не судья Говорится Там Только Любовь Там Нет Творения Мир Вечный Это мир Вечно Разрушающийся И восстанавливающийся Это тоже Вечный процесс Но Восстановления И разрушения В духовном мире Нет Только Существования Мы бы тоже Хотели жить Именно в таком мире В духовном мире Мы однажды Собрались С москвичами Пришли Новые Начинающие Люди Какие-то Были И они говорят Ну вот Духовный мир Описан Мы читали Книги Ваши Ну Духовный мир Наверное Скучный Жит Там Любовь Вечность Знания Блаженства Все Знаешь Ничему Не удивляешься Только Одна Любовь Любовь В самом В нашем мире Интересно Тут Какая-то Двойственность Тут Драмы Есть События Истории Герои Любовь И Ненависть Тут Как-то Интересно А тут Как-то Скучно Ну Понятно Что люди Начинают Только Размышлять Умом Я их Попросил Описать Тот Мир В котором Они Хотели Быть Сами Они Такие Потрясающие Вещи Стали Говорить Они Описали Духовный Мир Сами Правда Правда У них Так Глаза Загорелись И они Так Говорили Так Вдохновенно Удивительно Слушать Они Нисколько Не Усклонились Ответ То есть В сердце Нам все Понятно Умом Нет А в сердце Абсолютно Все Ясно Вот Вот Нужно Служить Из Сердца Набрестет Эту Внутреннюю Сердечную Связь Только Посвятився Предатному Служению Можно Понять Как Верховный Господь Посредством Своих Непосредственных Энергий Одновременно Непостижимых Энергий Одновременно Действует Безличным И безличным И личностным Образом Он Подобен Императору Чьи приказы Исполняют Тысячи Царей И князей Верховная Личность Бога Независимый Верховный Правитель А Господь Брама Господь Шива Царь Небес Индра Бог Луны Бог Солнца И другие Полубоги Подчиняются Ему Ведах сказано Что Из страха Из страха Перед Верховным Господом Светит солнце Дует ветер И горит огонь Материальная Природа Наполняет Сатаренный Мир Разнообразными Движущимися Неподвижными Существами Но ни одно Из них Не может Действовать Независимо Или создавать Что-либо Без позволения Верховного Господа Все они Действуют Как Его Вассалы Подумано Тому Как Подвластные Императору Цари И Жигона Приносят Ему Дань Действительно Мы же Не можем Действовать Наши органы Чувств Не могут Действовать Без высших Сил Мы Пользуемся Высшими Силами Например Свет Солнца Он Нужен Чтобы Глаза Видели Без Света Солнца Глаза Бесполезны Нет Света Зачем Глаза Значит Наше Зрение Зависимо А его Зрение Независимо Это Пример Того Как Наши Наши Чувства Связаны С его Чувствами С его Энергиями Как Это Получается Есть Глаз Значит И свет Они Связаны Есть Ухо И Есть Звук И Пространство Они Связаны Значит Наши Органы Восприятия Связаны Со Стихиями Без Которых Они Не Могут Функционировать Так Все Устроено Его Же Чувства Независимо Ни От Чего Он Есть И Стихия И Орган Восприятия Одновременно Он То И Другое У Нас Видите Попарь Стихии Стихия Определяет Мое Счастье Или Несчастье Судьба Здесь День И Ночь День И Ночь День И Ночь Мы В этом Цикле Живем Время Отмеряем Секунды Минуты Потерили 24 Сутки На 24 Часа И Вот Мы Измеряем И Думаем Вот Моя Жизнь На Солнце Нет Таких Измерений Дня И Ночь И Суток Другое Представление Жизни Ангет Ну На Солнце Жизни Нет Они Ошибаются Жизнь Везде Сарвагата Душа Не горит В огне Душа Не плавится Даже В печи Она Не Расчленяется Оружием Не Растворяется Водой Не Сушается В гите Написано Это Она Нематериальна Она Может Существовать Где угодно В соответствующем Типе Тела Здесь Земной Тип Тела Вот и Все Вот и Все Если Я Это Тело Измеряю С другими Стихиями Конечно Он не Может Жить В огне Там Нет Жизни Такой Нет Жизни Другая Жизнь Есть Даже Тела Эфирные Состоящие Из Вибраций Из Колебаний Такие Те Есть Живые Существа Есть Существа Которые Живут В комочке Пыли Или В комочке Слизи Как Медузы А Есть Тела Огненных Живых Существ Которые В огне Прекрасно Се Чувствуют Кто-то В воде Кто-то В огне Кто-то В воздухе Кто-то На земле Живет Как Мы И Каждый Думает О том Что он Живет В реальной Жизнью Ученый Не может Жить на Солнце Говорит Там Нет Жизни Вот и Все Он Мыслит Как Обычная Медуза Но Сразу Этим Интеллектом Но Принцип Тот Же Самый Разницы Нет Там Нет Жизни Исследуют Вселенную Они Исследуют По Крупицам Через Микроскопы Через Телескопы Боже Мой Спустился Корабль Инопланетян В Сахару Они Оглядели Сказали Тут Жизни Нет Улетели Обратно Исследовали Землю На Луну Собирается Трамп Лететь Опять За топливом Там Много Плутония Как Ученые Утверждают Это Очень Ценное Топливо Одна Бочка Плутония Мне Кто-то Говорил Способна Обеспечить Энергию Всю Планету Ну А Какая Там Энергетика Представьте Сколько Можно Энергия Это Самая Важная Для Управления Миром Ядерной Энергии Это Плутоний На Луне Говорит Много Надо Лететь Туда Но Чтобы Эту Акцию Совершить Поставить Корабль Двигатели Топлива Набрать Чтобы Долететь И Вернуться Обратно С этим Плутонием Нужно Засходить Все ресурсы Планеты Финансовать Зато Бочка Плутония Будет У вас Ну То есть Вот Такой Расклад Примерно Идет Сейчас Шутят На эту Тему Говорят Есть Смысл В этом То есть Наука Достигает Какого-то Предела Своего Они Говорят Вселенная Из Большого Взрыва Но Как Ученые Они Должны Закончить Это Практическим Экспериментальным Подтверждением Метод Такой Это Теория Но Тогда Для этого Нужно Взорвать И Создать Вселенную Это Невозможно Все Наука Пришла В тупик Она Стала Просто Теоретической И Сначала Это Было Именно Просто Теория Не Утверждал Этот Человек Который Эту Теорию Создал Ну Возможно Так Как Дарвин Сказал Возможно Из Обезьяны Но Потом Это Стало Законом Через Несколько Поколений Что Теория Это Уже Наука Люди Доверяют Теориям Как Научному Факту Многие Теория Имеет Право Быть Все Они Утвердили Это Как Научный Метод Это Назовется Умственные Спекуляции Выдумки Зачем Вы летите На Луну Зачем Вы летите На Марс Куда Вы собрались А с Луны Потом На Марс Еще О Он Собрался Да А может Там Есть Жизнь Не Говорят Так Жизнь Есть Тут Куда Вы летите Здесь Устройте Жизнь Нормальную Вы Тут Хаос Устроили Едите На Луну Там На Марсе Все Испортите Полетите Дальше Там Бочку Возьмете Плутония Там Ограбите Кого-то Они Также Америку Завоевали Действия Всех Перебили И Потом Законы Издали Неприкосновеннич К Свою Собственности Ну А Пропад Так Было Все Исторически Вот Они С Тем Ж Сознанием Пытаются Изучать Мир Они Все Портят Потом Приходит Вирус То Ее нельзя подчинить То есть Она Непреодолима Один Вирус Может Остановить Су Цивилизацию Все Необразованный Причем Вирус Даже Не политик В экономике Не смыслит Ничего Остановит Все Но Это Пример Пример Что Такие силы Тоже В природе Есть И Не только Такие Их Мы Не знаем Сколько Поэтому Их Цивилизация Сейчас Мы Не разделяем Ход Этой Цивилизации Большинство Людей Не разделяют Она Обречена Уже Фактически Она Уже Мертва Она Напоминает Сейчас Украшенный Труп С Духовной Точески Зрения Она Мертва Но Она Красиво Выглядит Снаружи Это Есть Какое-то Искусство Есть Человек Может Украсить Даже Такую Жизнь Но По сути Она Уже Мертва Украшение Мертвец Так Гибли Все Цивилизации Прошлого Они Были Очень Красивые И Эта Красота Скрывала Все Пороки Также Римская Цивилизация Была Другая Красота Для того Чтобы Скрыть Все Пороки Они Возвеличивали Себя Но Жили Животной Жизнью Отворительной Жизнью Все Памятники Ставили Возводили Храмы Архитектуру Но Это Была Уже Мертва Цивилизация Тот Случай На Землетрясении В Армении Когда Мы Видели Эти Города Разрушенные Жуткие Один Фотограф Из Москвы Фотографировал Там Профессионал Приехал Все Эти Ужасы И Там Под обломками Там Люди Погибшие Это Сознаешь Там Не просто Знаете Как Это Свалка Там Кладбище Живое И Поэтому Нужно Там Раскапывать Вручную Туда Трактор Не подъедет Там По таким Вещам Это Все Ломы Там Какие-то Руками Постепенно Нужно Находить Своих Родственников Там Что-то Такое В общем Жуткая Картина И Этот Фотограф Снимает Снимает Эти Вот Вещи Которые Нигде Не Увидишь Чтобы Показать Миру Последствия Землетрясения И Армянин Старик Подошел С клюкой Старый Старый И Говорит Зачем Ты Снимаешь Мертвый Город А ты Знаешь Что Он Уже Мертв До Землетрясения Он Сказал Удивительные Вещи Сигареты Рассуждать О жизни Там Реальные Вот Эти Факты И Последствия Деятельности Ты Знаешь Что Город Был Мертв До Землетрясения То Говорит Все Погрязло В Коррупции Зято Честно Стал Говорить Что Он Видел Вообще Как Люди Стали Жить Я Говорит Скажу Ты Не Знаешь Что Стали Делать Люди При Первой Толчке Землетрясения Когда Стали Знаешь Что Они Стали Грабить Магазины Вот Какой Город Был Это Был Город Мертвых Нам Нужно Открыть Глаза И Различить Живое И Мертвое Не Все Что Двигается Живое Многое Что Двигается Несет Смерть И Несчастье Нам Нужно Открыть Глаза Знания И Увидеть Куда Двигаться Это Мертвое Тело Может Стать Живым Если Душа Будет Управлять Как Кисть Художника Она Может Творить Чудеса В руках Художника А Нож Творит Чудеса В руках Хозяйки А В руках Убийцы Он Творит Другие Вещи Не Все Что Делает Живой Существол Полезный Человек Нужно Нам Открыть Глаза И Стать Тело Должно Стать Инструментом Духа Тогда Цивилизация Живет А Сейчас Цивилизация Непригодна Для Жизни Для Какой Скажем Она Не Подходит Для Святых Людей Не Подходит Они Подвергаются Сразу Гонениям Здесь Потому Что Говорят Правду Она Не Подходит Для Матерей Одиночек С Детьми Они Нищенствуют Она Не Подходит Для Стариков Которые Выжить Не Могут На Пенсию Она Не Подходит Для Нормальной Жизни Она Подходит Только Для Людей Которые В Роскоши Живут Для Мертвых Людей Которые Бездуховны Они Создали Для Себя Цивилизацию Для Того Чтобы Люди Были Счастливы И Создали Конкуренцию Справедливую А что Все Могут Стать Богатым Пожалуйста Твоя Проблема Если Ты Не Образован Если У Теб Не Получается Жизнь Не Граждан Суров Вещ Выживают Сильнейшие У них Много Теорий Оправдывающих Эту Цивилизацию Много Теорий Но Цивилизация Не Подходит Для Святых В Этому Главный Порог Что В Цивилизации Святые Не Поддерживаются Их Никто Не Знать Не Хотят Они Даже Поклоняются Иисусу Или Пророку Мухаммеду Но Это Тоже Будет Бесполезно Если Они Живых Святых Игнорируют В этом мире Вот Это Главная Проблема Если Говорить О Коренных Проблемах Это Коренная Проблема Как Мы Относимся К Святым Вот Так Мы Относимся И К Богу И Так Мы Относимся И К Жизни И Деньгам И Все Остальное Вот Что Мы Потеряли Святые Люди Или Люди Обладающие Духовными Знаниями Это Голова Общества Где Она Это Голова Это Гордая Голова Сейчас Придумала Столько Плохих Вещей Из Гордой Умной Головы Много Плохих Слов Плохих Вещей Высокомерных Это Умная Голова Но Очень Гордая Нужна Настоящая Голова Которая Сознает Бога И Может Поклониться Богу Вот Такая Голова Придумает Хорошие Вещи Хорошо Какие Будут Вопросы По Этой Теме Пожалуйста Мы Не Закончили Эту Главу Будем Продолжать Эту Тему Она Очень Объемная И Интересная Философская И Актуальная Актуальная Боится, не понравится ей что-то еще в таком духе, или на работу ходит из страха, потому что иначе выгнется из работы же, правильно? Из чувства долга, это страх, такой положительный страх. Не тот параноидальный страх, имеется в виду, страх в благости. Это страх не выполнить свои обязанности, как мать боится, надо готовить, дети голодные, она же боится, это тоже страх, выполняет из страха, чтобы дети были счастливы. А как? Но это хороший момент, полубоги, они выполняют свои обязанности безупречно, потому что они боятся перед Богом, не выполняют свои обязанности, не хотят ударить грязь лицом. Поэтому солнце светит, не горит, поймите, а светит. Не дай вам кого-то спрашивать, если бы теоретически возможно было вернуться в прошлое и видеть Илью Господа чьи тайны непосредственно, кто смог бы его узнать как Бога? Нет, нет, не все, не все, как Бога не все узнают его. Даже когда все аватары приходят, не все же узнают как Бога его. Демоны скажут, ну какой-то реформатор религиозный, сильный. Вот так бы они сказали демоны, могучный религиозный реформатор, который влияет сильно на чувства людей. Так бы его описали. И Кришна когда был, его тоже по-разному описывали. Йоги видели его как параматму и персоналисты видели, что это Браман, принявший эллюзорную форму, от него исходил Браман. Они видели его так. Цари обычные, могучные, видели его могучным монархом, сильнейшим. Те, которые видели его глазами любви, думали, старшие, думали ой какой красивый мальчик, как сын мне. То есть по-разному, по-разному, по-разному. И только немногие махаджаны понимали, что он источник творения. Они это говорили и все это знали, но понимали и видели все равно по-разному его. Господа читали, многие назвали бы, наверное, чистым, преданным Бога. Самим Богом редко могли понять, что он сам. Даймая Даша спрашивает. Какая-нибудь идея, это же объект? Идея, жительница духовного мира? А речь, язык, это материальная форма, образ идеи? Идея это тоже материальная, это умственная концепция может быть идея, тонкая материальная концепция. Это то же самое, та же материя, только в тонкой форме. Так с помощью речи становится возможность прикосновения с духовной реальностью, правильно я понимаю? Нет, идея это платформа ума. Платформа ума. Если мы именно идею выражаем языком, то это материальная концепция будет. Если мы выражаем языком изнутри сердца, там нет идеи, там есть любовь к Богу, там нет никаких идей. Какая у вас идеология поддерживает, скажем, отношения мужа и жены или матери и ребенка? Там нет никакой идеологии, там есть любовь. Охватывающая любовь. И ум охватывает, и чувство охватывает, там нет никаких идей. Это естественная вещь. Не требуется идеи. В любви все знание есть уже. С каким настроением начинающий следы должен утром брать в руки чёртые и каким образом ему повторять жаху, чтобы избегать механичности и отвлечения? А, с каким настроением? Хорошо. Хороший вопрос. Когда мы медитируем, джапа-медитация утром, очень ответственный момент каждое утро. Требуется решимость. Я помню, когда я только начинал повторять джапу. Один предан для меня. Я его тоже спрашивал, как правильно повторять мантру, но как лучше её повторять? Вы говорили о качестве повторения. Я её уже повторяю, но как лучше повторять? Он говорит, когда ты заканчиваешь джапу сегодня, ты должен думать, что завтра я её лучше буду повторять. Настроить должен быть сегодня вечером. Что завтра я начну это лучше, я улучшу свою джапу. Более внимательно буду. Меньше позволять уму отвлекаться куда-то другую сторону. Мне это очень понравилось. Когда ты заканчиваешь джапу, ты не должен что-то облегчение, что ты закончил, а настройка на следующий день должна быть сразу, что я это сделаю лучше завтра. Это так же, как вы поднимаетесь впервые на 5-метровую вышку. В 10-метровую сразу никто не прыгнет. Сначала 3-метровую, 5-метровую. Вам нужно прыгнуть. Вот это чувство помните? Никто не прыгал? Кстати, прыгала? Ну тогда что же? Как тебе объясню? Или с парашютом не прыгала? Ну хоть куда-то прыгала? Ну вот, запомни это чувство. То есть нужно через костер прыгать. Вот это нужна какая-то решимость. Вот это чувство, запомните. Вот это чувство нужно, когда мы начинаем повторять мантру. С таким чувством, что я в эти 16 кругов сейчас целиком буду повторять внимательно. Это настрой. Не так, что я просыпаюсь в месяц с жапой. Горю Кришна, Горю Кришна, Горю Кришна, Горю Кришна, Горю Кришна, Горю Кришна. И жду, когда будет экстез. Но это тоже работает все равно. Все равно, так или иначе, как-то работает. Но если мы будем себя настраивать каждое утро, мы привыкнем к этой экскезии, мы не пожалеем. Будет много удивительных реализаций. Что значит полностью предаться Богу? В чем суть? И у всех ли равны шансы сделать это? Павел Романенко, хорошо? Шансы? Да, у всех. У каждого человека. Любой человек может предаться Богу. Просто сказать, Горю Кришна, я твой слуга и все. Но сказать нужно серьезно. Не в шутку. Не ради эксперимента, а серьезно. Для этого нужно просто узнать о Кришне. Это потребуется время какое-то. Если мы из верного источника узнаем о Кришне, мы влюбимся в Него. Это и есть как бы критерий, что источник авторитетный. Невозможно не любить Бога. Тамашлока, имя его означает, что о нем нельзя говорить не стихами. Невозможно. Он всепривлекающий. Поэтому, когда мы слушаем о Кришне влюбляем, значит, мы слушаем верного источника. Нам нравится Бог. Как личность. О, это хорошо. Вот это и начало предания. Вот так можно предаться Кришне. Самый потрясающий. А как? Какой он еще? Или он хуже всех? Как вы думаете? Наверное, он лучше всех. Пурушот там, а он выше всех. Лучше всех. Или он высокомерный, может быть, раз он лучше всех? Нет. Нет. Давайте изучим его. А может ли Кришна вмешиваться в это приятное и неприятное? Или это разделение всегда только результат откровенности и чистоты ума? Кришна никуда не вмешивается вообще. Нет такой привычки у него. Это у нас проблема. Мы вмешиваемся, куда нас не просят постоянно. Мы тут все контролируем. Он контролирует по-другому. Трансцендентно. У нас грубые формы контроля. Или тонкие изощренные формы контроля. Материальные, то есть. Духовный контроль – это свобода выбора. И он выполняет ваши желания. Так, что вы сами потом не захотите этого всего. Сами. Ой, 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 я это просил, но прости, больше не хочу. Молодец, понял. Пошли дальше, куда хочешь. Есть же сказки такие. Три желания – выбирай. Но ты должен выбрать. Быть богатым, иметь власть, либо счастливым. Ну, давай, выбирай. Что-то одно из трех. Вот бог так контролирует вас. Вот перед вами три пути. Выбирайте. Ну, вот пока там любовь, да любовь будет у меня и так. Деньги. Берет мешок золота. Получил. И уже через несколько лет говорит, боже, не хочу больше этого. Сейчас у вас два желания. Все, это забираем. Теперь два желания. Одно из двух. Власть или любовь. Ну, любовь – это опять что? Власть. Через короткое время опять идет и говорит, все. Ну, тогда мы это отбираем. Последняя у тебя остается. Да, вот этого я хочу. Теперь я понял, что вот это мне надо. Вот это контроль. Сочетание со свободой выбора обязательно. Навязывается только наказание. Что посеешь, что пожнешь, мы не можем уклониться. Не можем выбрать, потому что мы совершили преступление. И тогда закон навязывает нам наказание. Вот это навязывается. Мы сами себя наказываем таким образом. Бог тут абсолютно ни при чем. Это его закон просто. Закон для всех одинаковый. Откуда приходят желания? Всегда ли они продукт определенного прошлого опыта? Да. Да, желания связаны с прошлым опытом. Гуна-карма – такое понятие есть. Карма – это работа. Какая работа, в соответствии с этим, у человека развиваются определенные качества. Если это, скажем, греховная деятельность, то и качества у него плохие развиваются. Если благочестивая деятельность, то качества выше становятся. И наоборот, качества человека определяют его характер деятельности. Они связаны. Это гуна-карма. Значит, наши желания могут изойти из чего? Например, желание курить. Потому что я раньше курил. У меня есть новая потребность. Вчера курил, я сегодня не могу без курить. Нужно курить. Потому что я это раньше делал. А если раньше не делал, откуда желание из вас курить? От того, кто это делает. Он мне передал это желание. Ведь, опять же, от гуна-карма. Кто-то делает это. Этот вкус передает, потому что он это делает. Кто-то занимается любовью у вас на глазах. И вам хочется делать то же самое. Переносится это автоматически. Что кто-то это делает. Карма есть такая. И гуна пробуждается соответствующе. Поэтому, если мы будем делать хорошие вещи, то и качества наши постепенно будут выше. Еще такой вопрос. Если Кришна сам вселил смятение и сомнение в сердце Раджу, не имея цель поведать ему Бхагалати, то если Кришна управляет всеми нашими чувствами и эмоциями, то как тогда быть гневым злостью и начарованием и депрессией? Получается, что Кришна управляя всеми нашими чувствами, сам вселяет нас сильно лицените чувствам? Но зачем? С какой-то цельем? Для чего? Если же вы сами, по своей свободной воле, испытывая негативные чувства, и позволяете быть то, тогда в чем чувствами управляет Кришна? И еще Учителя говорят, что разумный человек сам выбирает обидится ли ли не обидится. Тогда чем же все-таки управляет Кришна? И управляет ли он нашими негативными чувствами? Убегает ли он нас в страх неуверенность? Заставляет ли это чувствовать сомнение? или же это все-таки мы сами позволяем своим чувствам быть, обижаться, испытывать зло, гнев, отчаяние, беспомощность? Мы не можем жить без чувств. Чувства всегда будут на любом уровне, на духовном уровне, на материальном уровне. Есть иерархия ощущений сверху вниз. Есть низменные чувства, есть возвышенные чувства и так далее. Нет конца и края этим измерениям. Но мы должны разобраться, что Кришна — это изначальные чувства. Мы имеем уже трансформированные чувства, которые мы сами трансформируем. Например, это обычная обида, депрессия — это трансформированные чувства духовные. Изначально они духовные. Теперь трансформированные как бы есть сублимация, возвышение, а есть наоборот падение. Вот это чувства, которые упали на уровень страданий. Потому что в духовном мире депрессия — это вид блаженства. Обида — это вид трансцендентного блаженства. Там нет страданий. Но это трансформация страданий в соприкосновении с материи. Чем глубже мы в материи, тем тоньше и глубже мы в страдания. Все наши чувства становятся источником страданий. Отсюда человеку возникает представление в духовной жизни, что там не должно быть чувств. Там просто дух и все. Потому что чувства страдания приводят рано или поздно. Ну вот любая вещь хорошая — ешьте вкусную конфету. Через 10 конфет уже отвратительность. Пресыщение на каждом шагу. Нужно менять объекты чувств, менять жен, менять обои. Проблема с чувствами. А с людьми как сложно, смотрите, общаться. Даже когда вы их любите и привязаны. Как сложно. У них тоже сложный эго. Свои характеры. Сколько конфликтов. А страны? А мир вообще целиком взять? Боже мой. Нет, духовная жизнь — это безчувственная должна быть. Это опыт вот этих болезней. Больной желтухой ему дают сахар. Он говорит, не могу есть горько. Но он не может сахар в рот положить, потому что это ужасная горечь ему кажется. Вкус извращен болезнью. Но сахар, к удивлению, является лекарством от желтухи. Принимаете этот сахар и постепенно вкус вернется, здоровье вернется. Вот эти чувства, которые сейчас описываются, это чувства, извращенные чувства, которые деградировали из-за нашей деятельности прошлой. Мы сейчас больны, видите. Думаю, что есть вопрос еще, почему же он это не устранит? Как это? Так обратитесь к нему. Почему не устранит? Новых докторов должны сходить же. Вот этот, помните, песня про Бродобрея. Я думаю, что Бога нет. Пришел человек к парикмахерскому, он там бороду бреет, человек стрижет его. Парикмахер. Он говорит, я думаю, что Бога нет. А парикмахер, значит, он верующий. Этот неверующий. Почему? Потому что, смотрите, вот есть нищие, я видел там больные, там несчастные. Он же не устраняет это. А этот парикмахер говорит, я думаю, что нет парикмахеров. Потому что много людей не стрижены ходят. Если они ко мне обратятся, я же их постригу верно же. Но они просто ко мне не приходят. Так вы обратитесь к Богу. Вот в чем вопрос. Они хотят, чтобы он сам все устранял для их чувств, а они продолжали оставаться негодяями. Но видите, какая позиция ума? Мы это придумали. Мы забыли, что Бог Верховный, я должен обратиться к Нему. Не просто обратиться, а обратиться искренне. Признаваю Верховное положение. Не так, что ты обязан устранить. Если ты Бог, ты обязан мне служить. Не наоборот ли вообще ситуация построена. Вот такие у нас вопросы в голове появляются. Служите Богу, пожалуйста. Если вы хотите получить знания, хотите свою жизнь на самом деле изменить. На самом деле не в уме, а невоображаемо, а реально. Должно реальное служение делать какое-то. А сейчас вот одни упреки и недоверия. Как понять свою природу? Правильно ли я занимаюсь? Птенца сбрасывают с гнезда. Если полетит, значит настоящий птенец. Не полетит, значит птенцом никогда не был. В жизни так проверяется. Это в жизни так суровый такой момент есть. Вот я пытаюсь быть тем и тем, а через 20 лет понимаю, что я сделал неправильный выбор. Но в ведической цивилизации на это указывают родители и духовные учителя, чем заниматься человеку, согласно его природе. Сейчас нет системы образования такой науки. Многие люди приходят в институты только для того, чтобы получить высшее образование, ну дипломы. Но это не их призвание. Я встречал много таких людей. Но удивительно не это. Да, люди могут ошибаться там, ну мало ли что. Удивительно другое также, что преподаватели им все равно. Они все равно обучают. Вот это проблема. Потому что престиж, престижное заведение, вот в чем проблема. Вот это слово престиж портит все. Если ты рабочий, будь рабочим, зачем тебе престиж? Это же хорошо. Не престижно. Пойду-ка я лучше высшее образование иметь. Вот этот престиж, искусственная, опять надуманная вещь. Престиж это современная религия. Все хотят учиться в престижных заведениях, особенно когда деньги у них есть. Они проплачивают. Потом выясняется, что человек не обрел квалификацию, он обученный, но он не подходит для этой роли. Много таких примеров. Нужно уважать любой труд полезный человека. Потому что любой труд, который человек совершает в соответствии с природой, сделает его совершенным, придет к совершенству. Любой. В Узбекистане не было снега с апреля, сейчас упал снег. Все фрукты погибают теперь. Означает ли это, что будет беда, будет ли нехвата продуктов теперь? Хотел узнать ваше мнение. Вы ждете беды, когда беды уже полны-полно. Открывая ворота уже. Вы ждете, вы еще не поняли, что беда пришла. Да, как говорится, пришла беда, открывая ворота. Мать вчера сказала, что возможно будет как после войны. Экономика. Сейчас все рушится. Возможно, даже будет голод. Это все сейчас может быть. Ситуация на смерть сложная. Люди еще не осознают, что происходит. Да, карантин, болезнь, только об этом он думает. А последствия какие? Мы еще не знаем, что будет дальше. И сколько это еще продлится. Вот видите, еще мы не осознаем, в какой мире мы живем. Ну да, конечно же, если там погибли соцветия какие-то, то не будет урожая. Я рекомендую сейчас всем преданным, у кого есть земля, сажать в два раза больше урожая. Насколько возможно больше используется. Вот тем более сейчас весна, благоприятное, слава Богу, время для этого. Нужно заняться землей. Это наше, как бы, ну, самоблагородное занятие, лучшее занятие. Люди, люди благочестивы, те, кто работают на земле, естественным образом. И это будет наша, наша пища, как бы, потому что с уровня пищи начинается осознание Бога вообще. Сейчас нужно подумать об этом. Городские жители, видите ли, они боятся этой работы. Иногда вы люди, что государство там что-то предпримет и надеются на что-то. Мы написали письмо, зачем, сколько страхов, переживаний, что чем так на будущее запланировать город и разрух планировать, и чем придет когда время, теперь будем переживать. Да, да. Давайте запланируем счастье, процветание запланируем. Давайте всех настроим. Ничего не делайте, живите спокойно. Государство вам найдет деньги, пищу. Наслаждайтесь, видите в интернете побольше. Слушайте музыку, танцуйте, пойте. Можно так сказать, если хотите. Ну, собственно, только от нас вы этого не услышите, тогда вам нужно слушать кого-то другого. Найдите себе лидеров, слушайте их. Вы уж сами выбирайте. Ну да, это редко бывает. Потом это в старых книгах только написано. Или сто лет назад была испанка. А у нас-то сейчас другой мир, понимаете. Мы шагнули куда за сто лет. Мы же не верим, что цивилизация может разрушиться такая, великая. Она не великая цивилизация. Она уязвимая. Видите, мы говорим о том, что голод может быть, а люди сразу пугаются. Где силы-то? Мы же не для того, чтобы запугать людей, а для того, чтобы они трудились. Полезные вещи сейчас делают. Уже сейчас нужно помогать людям в городах, в которых нет денег и не могут купить себе продукты. Уже сейчас нужно пищу развозить и так далее. Уже об этом думают. Прошло-то сколько в месяц? Уже есть проблемы? Ну, давай еще один вопрос. Коронавирус мыслица и ощущается, как получаемость детей и детства тоже. Как выглядит закономерность, если они тоньше человеческого разума? Что касается коронавируса, много есть объяснений. Что это созданный вирус. Мы не исключаем, он может быть и созданным. При помощи каких-то научных методов соединения этих микроорганизмов. Чему-то можно научиться на этом уровне. Не в этом дело. Дело в том, что это делает материальная природа. Человека мы рассматриваем как часть материальной природы, инструмент материальный. Материалист — это инструмент Майи, материального мира. Он думает, что он управляет, а он инструмент. Через человека Майя создает все эти кармические последствия. Тоже. Вот как мы это смотрим. Поэтому неважно, синтезировали его или не синтезировали. Материальная природа это сделала вместе с человеком или без человека, неважно. Но это реакция в любом случае на человеческий разум, поведение прошлого и так далее. В любом случае принцип не меняется. Это реакция на прошлую деятельность общества, людей. Законы природы очень точны. Не думайте, что какой-то ученый может мешаться и изменить направление, скажем, истории. Это действует материальная природа, а не человек. То есть все движущие неподвижные под контролем находятся. Они думают, что Третье мировое правительство контролирует. Нет, выше есть силы еще. Вот людей сбивают с толку. Кому верить? Политики говорят, что Третье мировое правительство. Экономисты говорят, что еще ли обычные люди говорят, ну просто болезнь, грипп, ну мутация, там врачи что-то говорят. Ну столько мнений и все как фейк выглядит, понимаете? Непонятно, что вообще делать. Большой фейк. Мнение-мнение расходятся у всех. Никто не знает, что толком бояться или не бояться. Поэтому кто-то смеется, кто-то страдает. Сумасшедший дом. Но в целом, если это объяснить, в целом нужно сначала понять, что это действует материальная природа. Они убивают животных на бойнях. Это начало конца было, когда они организовали бойни. Вот с этого началось как бы уже разрушение цивилизации как таковой. Почему они стали убивать животных на бойнях? Какой был посыл? До этого Старая Русь видела это по-другому. Люди не поднимали руку на живых существ бессмысленно. Вот таким образом организованным. Это война объявлена животным. А потому что кто-то сказал священнику, у животных нет души. Ну раз нет души, это просто набор каких-то веществ, полезных для нашего пищеварения и здоровья. Будем есть их мясо, там же нет души. Это не живое существо. Я слышал эти теории именно, когда мы обучались еще. Что у них нет сознания, только у человека есть такое сознание. У них только инстинкты, это какая-то машина биологическая. Ну все хладнокровно, люди стали резать, убивать, стрелять. Так было. Затем, если у животного нет души, человек мыслит дальше. Шаг идет в следующую, в эту же сторону. Это материальная природа действует, смотрите, через тонкие энергии. Значит, в конце концов, у человека тоже нет души, не у всякого человека есть душа. И человек тоже постепенно теряется, и это снижается. Реакция от убийства животных переходит на человека, видишь? Через сознание. И пока есть бойни, войны будут неизбежны. Эпидемии, море и чума будут неизбежны. Потому что это бойня человеческая. Это реакция на бойни животных. Потому что животные такие же души, как и люди. Абсолютно. В других телах. И так человек гордится, смотрите, и он творит. Вот он творит, но он не забывает, что гордость – это низшая энергия материальной природы, которой он пользуется, как душа. Вот так материальная природа, она не сама посылает страдания ни с того ни с сего. Она остается нейтральной ко всему. Помните ту историю, когда дьявола осуждали? За то, что он толкает людей к грехам, и вот в ад, в конце концов, отправляет. А он пришел к такому грешнику однажды и сказал, «А что я такого сделал? Ну как, разве не ты? Вот, ты толкаешь грехам людей? Ну, он говорит, посмотри, видишь, там баран пасется? Привязанный на колышке. Ну, вижу. А что, говорит, я ничего не делаю, я только расшитаю колышек. Смотри, что сейчас будет. Баран делался раз-два, оторвался. И пошел туда-сюда, к дому, к хозяйскому. Там в прихожей у хозяйки большое фамильное зеркало было, подаренное ее отцом на свадьбу. Баран увидел не зеркало, а себя там, какого-то другого барана. Кто такой вообще? Бойцовский баран, знаете, такой был тренированный, специальный. Гордился им хозяином. Разбежался, бабах, в это зеркало рогами и разбил его. Вышла хозяйка, проклятый баран, это мое зеркало от отца, фамильное, на свадьбу, он разбил его, разрежьте его. Зарезали баран. Пришел хозяин, муж. Что с зеркалом? Что случилось? Баран разбил, а где этот баран? Зарезали. Как? Из-за какого-то зеркала моего бойцовского барана, из-за столько денег заплатил. Знаете, он мне на турнирах там выигрывал бои. Уходи обратно к своим родителям. Какая ты жена вообще? Это баран была моя гордость вообще в жизни. Ушла эта женщина к отцу, в слезах, муж выгнал. Почему? Из-за барана что ли? Война. Все уже дерутся, бьют друг друга. Говорят, а что такого с ним? Только кожа к ковшу какого-то расшатала. Поэтому веды говорят, у тебя три направления. Выбирай невежество, страх или добродетель. Выбирай энергии, это материальные энергии. Выбирай, чем ты будешь пользоваться. Каким ты будешь инструментом? Инструментом Бога будешь, инструментом человеческой страсти, инструментом разрушения. И ты это будешь делать. Ты будешь создавать эту материальную природу. А они говорят, Бог. Бог означает свободу выбора у нас. Вот что он дает нам. Материальный мир для таких людей, которые могут попробовать, что хотят. Их предупреждают так, что вот это лучше не делать. Много раз. И священные книги, и святые, и родители. Все говорят об этом. Но бунт есть. Тогда пробуй. Вот он мир для тебя. Вот учись так тогда, таким образом. Аргументом Адбакума. Слов не понимаешь, тогда есть палка. Жизнь покажет тебе. Жизнь покажет, что хорошо, что плохо. Вот болеешь, а, плохо, понятно. Вот теперь мне понятно. Что-то есть не нужно было. А вот это вот пить не нужно было. Вот их медицина. Им не нужна аюрведа. Им не нужна аюрведа. Аюрведа для тех, кто слышит. У них своя медицина. Именно реактивный способ называется. Она вас лечит, когда уже болит что-то, разрушает. Вот тогда она вас лечит. А до этого она говорит, что вы здоровы. Это их медицина. А аюрведа говорит, что у тебя ум больной. Она с этого начинает лечить человека. А не когда уже органы разрушаются. Поэтому у них своя медицина, видите. Они сами создали все это. Какие еще обвинения Бога есть? Есть прокурор, есть адвокат, так? Я как адвокат выступаю. Меня Бора спрашивает. Если всю жизнь слушать гуру только через технику, без живых встреч, то можно полноценно развить отношения и вернуться в духовный мир? Причем здесь техника? В сердце ваш гуру. Техника. Звук можно слушать через технику. Но нужно знать, что гуру в сердце находят. Техника нам помогает, да? Тоже. Но это потому, что память слабая сегодня у людей. Мы прослушаем лекцию, мы же не сможем все воспроизвести. Сейчас мы не обладаем такой памятью. Поэтому техника помогает нам. Нормально. Или книги. Вот на этой ноте печальной мы остановимся. Спасибо большое. Шашель отопады ки. Жай. Спасибо.